В Рязани действует, возможно, первый в России музей, посвященный присоединению Крыма к России. Он открыт в средней школе номер 57, расположенной в Южном поселке. Музей этот действительно посвящен Крыму. И, в общем-то, здесь собран материал, который был сначала в виде ферратов, ребята готовили, потом начали собирать материалы, которые в семье были. Вот, в частности, ученик нашей школы, Сережа Борисов, принес материалы о своем дедушке. Дедушка воевал в Симферополе и первый вошел на своем Т-34 в город Симферополь. Его танк сейчас размещен на памятнике, на памятнике стоит. Сегодня в школе прошло праздничное мероприятие, посвященное годовщине референдума в Крыму, в котором приняли участие ветераны, депутаты и, конечно же, школьники. Чувствуется праздничное настроение, люди довольны. На площади победы, да. Крым наш, а это самое главное. Люди хотели быть с нами. Очень важная стратегическая точка. Это тоже. Они хотели быть с нами, их мечты тоже осуществились. И, как сказать, мы теперь тоже можем спокойно ездить. Это великий подвиг тех поколений, которые мы пронесли на фоне тех событий, которые происходят сегодня. И мы счастливы, что наша 57-я школа участвует в этом мероприятии. И хочу сказать, нас Крым потряс свободой слова, свободой выбора пути. Россия к выбору готова. Россия всех их защитит. Во дворе школы расположен памятный камень, на котором высечены слова. Сей камень заложен в честь воссоединения России с Крымом 16 марта 2014 года. Кроме музея и камня, в школе планируют высадить специальную аллею, посвященную этому событию. Как отметила депутат Рязанской городской думы Екатерина Филиппова, место камню и музея выбрано не случайно. Ведь школа находится на улице Нахимова, а рядом расположены улицы Корнилова и Ушакова, российских адмиралов. Продолжение следует...